Всем привет из Минска! Сейчас я в центре Минска, на проспекте Независимости и направляюсь в магазин Кермаш. Хочу купить себе белую льняную рубашку. И мне посоветовали посмотреть ее в магазине Кермаш, так как там огромный выбор льняной одежды и цены не такие большие, как в фирменном магазине Белорусский Лон. Да еще плюс бывает скидки. Идем мы вот в этот кермаш, который находится сразу за кафе Лакомка. Я как-то никогда не заходила в этот магазин, думала, что он предназначен только для туристов, поэтому за льном ездила в другие магазины. И так на входе нас встречает белорусская керамика. И я тут же забываю, зачем пришла в этот магазин. Люблю именно глазурованную керамику, хотя особенно ценится именно необработанная керамика. А раз магазин находится на туристической тропе, то естественно, что магазин будет ориентирован на туристов и, соответственно, на белорусские символы. Один из белорусских символов, пожалуйста, зубр. Опять же, керамика. Теперь уже в голубом цвете. Стенд с белорусскими напитками. И вот, наконец-то, я добираюсь до льняных изделий. Очень красивые платья, рубашки. А вот такую рубашку любил носить мой отец, царство ему небесное. Очень красивая рубашка. Отлично выделанный лен, вышивка. А вот и белые рубашки, за которыми я сюда шла. Да, действительно, очень неплохие. Тончайший лен, николица. Хороший фасончик. Цена 158 белорусских рублей. Очень хороший. А вот такие жилеточки висели на скидках. 30% от цены. Вот еще платьица интересная. Это я. Всем привет. Здесь, оказывается, есть и второй этаж. И на втором этаже женская одежда. Давайте заглянем туда. Ой, как красиво оформлен коридор. Посмотрите, очень здорово. Так, итак, я уже на втором этаже. Здесь море платьев. Все таких сочных оттенков. Вот мне эти черные брюки льняные понравились. Очень качественно сделаны, но маленький размер мне не подошел. Я бы их с удовольствием взяла. Отлично сделаны. Очень много летних льняных платьев с такой красивой аппликацией, рисунком. Вот, посмотрите. На следующее лето обязательно сюда зайду. Что-нибудь себе из платьев прикуплю. Пиджак какой. Очень эффектный. Но он дерюга-дерюгой, но очень стильно смотрится. Жаль, тоже на таких пышных дам моего размера не было. Опять льняные платьицы. Ой, с какой красивой аппликацией. Но для меня надо поспокойнее. Что-то цвет не такой яркий. Здесь народное творчество, плетение, корзины из лозы, наверное. Ну, сделано, ну, просто, ну, не знаю. Не то, что 5-10 баллов. Так все сделано шикарно. А вот, пожалуйста, хлебница. У кого такой стиль на кухне, очень даже неплохо такую хлебницу купить. Ну, здесь я засмотрелась на салфеточки, полотенчики. А здесь, как говорится, души отдохновения. Салфетки, скатерти в наборе. Ну, до чего красота. Лепота, как там говорят. До чего красиво все сделано. А вот с вышивкой тоже скатерти и салфетки. Их купить и потом только любоваться ими, а не пользоваться. Это я показываю вид со второго этажа. Когда спускаемся вниз, вот, пожалуйста, такие мадамочки нас в национальных костюмах. Встречаю. И вот какой сам огромный магазин. А это уже керамическое панно. У кого кухня в таком стиле, но это же просто чудо. Купить такую штучку и повесить на стену. Они, кстати, недорогие. А какой же шопинг без кофе. Поэтому приглашаю вас в кафешку. Как сейчас модно говорить, это свежая локация. Или по-русски это будет новое кафе. В Гуме здесь в меню пироги. Очень, кстати, вкусное. Зал небольшой. Из окна открывается вид на часть проспекта. Явно здесь поработал дизайнер. Все красиво. Очень современно. Черное, белое. По золотам внутри. В общем, неплохо. Еду домой уже. Вот купила. Не удержалась. Две таких кормочки. Одна. Вторая. Горшочки можно использовать как для запекания. В электрических, газовых духовках. Печи СВЧ. Кстати, очень дешевые кормочки. На них как раз в то время была скидочка. Что-то в районе 9 рублей белорусских они мне обошлись. Можно также в них подавать и салатики. Говорится, не нужно было, но до того красиво и дешево это все стоит, что не удержалась. Купилась. И еще купила тарелочку такого же плана для завтрака. Это все керамика. Производство Родашковичи. И еще одна покупочка. Так скажем, не ради пьянства, а ради не отвыкнуть. Шучу, конечно. Это белорусский бальзам. Идет сезон простуд. И я люблю его добавлять в чай, даже в кофе. Он на травах, этот бальзам. Это небольшая, маленькая бутылочка. Вот получились такие мои покупочки из магазина Кермаш. Буду в него заходить. Мне он очень понравился. Такой душевный, атмосферный магазинчик. liegt в его verwедении. Будуuccess. Не беспокоиться. Буду. Буду. Буду.